Новый кандидат в президенты США. По неофициальным данным, заместитель главы государства Камала Харрис заручилась достаточной поддержкой, чтобы стать официальным кандидатом от Демократической партии. Её должны выдвинуть на партийном съезде, который пройдёт 19-22 августа. Харрис необходимо получить 1976 голосов. Проведённый в понедельник опрос Ассошейтед Пресс показал, что её намерены поддержать более 2500 однопартийцев. Камала Харрис поблагодарила коллег за поддержку и отметила в соцсетях, что намерена объединить партию и нацию, чтобы обойти Дональда Трампа на предстоящих выборах. Она узнала о результатах опроса в Делавере, где выступала перед избирательным штабом. Она вышла под композицию Бьонсе «Фридом». Как пишет CNN, команда вице-президента получила разрешение исполнительницы на использование её хита во время предвыборной кампании Демократической партии. Я имела дело с преступниками всех мастей. Изверги, насилующие женщин, мошенники, обманывающие потребителей. Мошенники, нарушающие правила ради собственной выгоды. Так что послушайте меня. Я знаю, что за человек Дональд Трамп. Ответ бывшего президента США не заставил себя ждать. Трамп написал в соцсетях, что, цитата, «Камалу Харрис можно описать двумя словами — злобная и тупая. Это плохая комбинация». После того, как президент Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис, в течение нескольких часов она собрала на предвыборную кампанию более 80 миллионов долларов. По данным политика, в проведенном Квинни-Пэкским университетом опросе, Камала Харрис и Дональд Трамп идут практически нога в ногу. Бывшего президента поддерживают 49% респондентов, а Харрис — 47%.